все смогли приехать желаю вам сил также и на последующие таинство крещения которое у нас будет сразу же после литургии сегодня день памяти помещения святой ризы спасителя нашего иисуса христа в москве события это 1625 года очень знаменательные события были присутствие этих частиц облачения спасителя которые были сняты с него перед распятием и разделены и часть из них хранилась и хранится на нашей земле и известны случаи чудес происходящих при этих святынях православных также сегодня день памяти преподобного антония печерского это святой нашей земли который укреплялся на святой горе афон и был возвращен на нашу землю для того чтобы приумножать веру православную и он является сильным подвижником в иночестве через него пострижено множество монахов и жизнь его очень знаменательна правда насколько неизвестно мощи его сокрыты по божьей милости но его житие и чудеса которые происходили при его жизни они послужили тем что он был причислен к лику святых сегодняшним евангелии мы с вами как и на каждой службе снова слышали заповеди блаженства и применяя апостолу который сегодня был прочитан хочется выделить одной из заповедей блаженные блаженных миротворцев потому как в том же апостоле было сказано носите бремена друг друга и тем спасетесь здесь отчасти смысл можно выделить такой что когда нам что-то не угодно против нас зло как нам кажется или откровенные косвенное происходит и мы считаем что обязаны на него но злом ответить зло вопреки этому нашему человеческому мирскому убеждению наверное даже рефлексу инстинкту противостоит заповедь блаженства о блаженных миротворцев все евангелие учит нас на зло обращенное к нам отвечать добром и блаженным миротворцем это может происходить даже в каких-то мелочах обиды на ближнего друга своего на родственника даже на случай какой-то на на что-то мимолетное но это получается обида на бога на божье проведение обида на то что тебе дали свыше такой вот урок как наверное каждому можно обратить эту фразу с точки зрения православия как неразумному ребенку который не слушается который кричит ругает все что ему не нравится вокруг может быть даже и родители своего ругает тем более ему ненавистен тот урок то возможно ограничение которое последовало для спасения так и нам уже вроде состоявшимся людям уже взрослым независимо от возраста каждый наверняка себя таким таковым считает должно помнить про эту заповедь про то как следует относиться ко всем тяготам и невзгодам который посылает нам господь и так же со смирением спокойствием внутренним следует пожалуй встречать не только тяготу но и радости чтобы не возгордеться или от избытка этой благодати не забыть про благодарность богу поздравляю всех причастившихся подходите к иконе и к кресту